Всем привет-привет! Этот влог я буду снимать на камеру, что я сейчас редко делаю, но все же мы с Сережей сейчас едем в Кучино. Я дотянула уже до последнего момента. Мне нужно, знаете что, мне нужно в мегафон отключить номер мегафоновский, потому что у меня там интернет, это когда мы были на даче, он мне нужен был, а сейчас он мне не нужен, я им почти не пользуюсь, а 650 рублей заплати, поэтому чтобы не платить, я его заблокирую. Блокировка действует полгода, стоит 1 рубль в день. Я уже скинула денег, плюс-минус где-то 120 рублей будет, я уже закинула, так что едем. Еще мы хотим зайти в детский мир, да? Ну и во многие места, мне еще в книжный надо, и пойдете с нами. Это мы посмотрим, вот эти я не обещаю. Тем более сейчас может быть дождь, потому что там какие-то тучи черные, посмотрим. Сначала мы идем выкинуть мусор, вчера не выносили. Вчера мы, по-моему, вообще не выходили на улицу. Выходили? А, да, точно. Не успели выехать, уже дождик пошел. Ну, небольшой. Я зонти взяла, Серега одел капюшон. Ну, все равно, даже не успели доехать. А сейчас ливанет. Ну, ладно, в принципе, нам под крышу, правильно? А там есть что перебежать. У нас, как обычно, пробочка. Да? Серьезно. Что там? Тетя сидит на лавочке с телефоном. С телевизором. С телевизором, да. У нас здесь такое впечатление, что парк построили для алкаши не местный. Постоянно в тусовке. Мы прибыли в Кучино на станцию. Вот она станция. Вот он, Эдельюэй, Скучино. Сейчас сначала мы пойдем отключим мой номер мегафона. Основной у меня МТС. МТС им я пользуюсь постоянно. Этому местному и не работают. Замечательно. Мы работаем для вас. Здесь, получается, закрыли. Нам сказали, что вот здесь. Вот вон оно. Я вижу. Пошли нам туда сюда. Идем здесь все телевизоры. Все, заблокировали мы номер. Заставили надеть маску. Но она у меня с собой так все не страшна. Вот, кстати, мне надо знать, что мне надо такое что позветь. Здесь краски. Мне нужен Матрикс. Матрикс, Матрикс. Что-то я вот здесь не вижу. Эстель я вижу. Лунда. Капус. Рюкзачки. Сейчас зашли в красочки. Я купила себе новые краски. Я там поговорила со своим парикмахером. И она мне сказала, какие лучше тона купить, чтобы был именно холодный блонд. Я вам потом покажу. Я вам потом покажу, какие номера красок я купила. Фу, блин, как жарко в этой маске. Это ужас. Я родилась. Но в мегафон нас не пустили без масок. Так что пришло в книжный. Мне нужна определенная книга. Потом рассказали. Нету моей книги. Тогда потом в бурге. Ну да. Вот здесь у нас что? А, здесь все такое. Ручное все такое. Игру. Детское. Ага. Ты все еще не передумал насчет этой пижамки. Когда на садовод поедем, я тебе куплю. Я тебе сказала, не будет работать. Потому что это уже. Здесь я, наверное, не буду снимать все чего. Хочу, Сережа, посмотреть курточку. И белую рубашку на 1 сентября. Вот. За белую рубашку возьмем голубую. Мне все равно. 1 сентября пойдет в голубой. Я взяла голубую с коротким веркованием. Вот такую. Сейчас покажу. А то мне все на этой руке навешано. Вот такая. Обычная. 164 рост. И не из-за того, что он слишком высокий. Из-за того, что жопа слишком большая. Ой, ужас. Что ты, курток вообще не вижу? Мы решили еще взять вот такой пиджачок. Это вязаный. Я знаю, что он не садится на чего. Это вместо пиджака, который Серега не любит. У нас темно-синяя форма. Я думаю, вот это будет ему самое то. Он вязанный, не стягивает, ничего. Мне очень понравилось. Тысяча рублей стоит. Рубашечка 350. Долго, да, в этот раз вообще? У Сереги на глазу вскочил ячмень. Вот на этом. Ну, сейчас может включить. Давай я сейчас спрошу у них, да, про телевизор. Произошел сбой с электричеством. И выключились все телевизоры. Да, нет сигнала. Сейчас попросим, чтобы включили. Чтобы заказать этот заказ, для меня было целое приключение. Да, Сереж? Мы ждали, наверное, где-то полчаса, да? А получилось что? Мне сказали, что вот этот заказ 6 за 200 можно заказать только вон там, где оплачивают картой. Окей, я пошла туда. Пыталась, сделала заказ. Закончилась лента. Закончилась лента. Мне пришлось заново. Мне вернули деньги. Это все время же. Потом начался сбой. Потом, короче, мне пришлось снова сделать заказ. После того, как уже вернули деньги. Сережа себе заказал 6 за 200. Да, Сереж? 6 за 200 это что? Цезарь ролл. Далее, сырный соус. Он еще заказал себе луковые кольца. Наггинсы. И картошечка. Сникерс и меринго. И все это за 229 рублей вышло. Да, приключения на этом не закончились. То есть, ты посмотри, это прямо сама судьба. Говорит, что нефиг жрать бургер. Хорош уже, да? Уграем. В итоге мне не доложили соус сырный. Пришлось идти с ними бодаться, чтобы они дали мне соус. Но в чеке-то у меня все написано. Вкусно? Народу почти никого не скучаю. Столов пустых. Всякие разные столики. Все сидят. Никого. Кстати, зря я... Зря мы сюда, в этот пакет, мусор начали складывать. Знаешь, почему? Потому что бургер же я не ем и наггенс. Это я Илюша отвезу. Надо было в этот пакет не мусор складывать. Сейчас я вынес, вытащусь обратно. А в этот пакет надо сложить то, что мы Илюше отвезем. Мы заказали 6 за 200. Не важно. 6 за 200. Кушай. У Сережи одно колечко осталось луковое. Я его съем. Хочу пока Илюша кушает, показать вам в итоге, какую я маску, краску купила. Я купила. Это мне парикмахер посоветовала. Вот такие тона. 10П и 10АВ. 10АВ это очень-очень светлый блондин, пепельно-перламутровый. 10П это у нас очень-очень светлый блондин, жемчужный. Так вот, мне сказали, что если смешать вот эту краску 50 на 50, то получится очень красивый холодный блонд. Потому что все-таки 12-19 красивый тон, но потом, когда он смывается, он смывается все равно таким наполовину рыжим, наполовину белым, короче, не поймя, что. И мне сказали, что попробовать вот это. И сказали, что вот эти тона очень хорошо смываются, красиво смываются. Ну, посмотрим. Все, мы прикусили. Сейчас идем на рынок. Надо продукты купить. Сережа, одевай кофту, пожалуйста. Одевай кофту на себя. Я жду. А сейчас мы идем на рынок. Андрюша попросил ему купить огурчик в соленых. Что еще? Кто-то переборщил с тоникой, наверное. Еще я лету. Или так и надо, интересно. Так, ладно. У нас тут такой рыночек. Нам надо найти соленые огурцы и салаты. Так, здесь всякая заморозка. Снежана. Снежана нам не нужна. Одевай кофту, Сереж. Все здесь не жарко. Ну, там могут быть салаты. Сереги Кота. И он, типа, дыхание. Блин. Здесь цветная капуста 150 рублей. Возьму-ка я, наверное, капусточки. Капусточку, думаю, дай-ка возьму. О, это ужас. Нектарина мы просто деревянная. Просто. Их не продавить. Сереж, хорош. Хоп. Вроси у нас тортик, да? Ну, или какой-нибудь пирож. Зато здесь сыр дешевле. Вот такой. Вот такой. 109 рублей. Так. Выходим из дикции. И нам надо... Вот интересно, вот это имел в виду? Сейлюк попросил ему шаурму. Люди, люди, везде люди. Шаурма, наверное, он имел в виду, он ту, которая рядом с остановкой. Я надеюсь. Свет отключили, блин, зашибись. А это значит, фигуру могут сделать шаурму. Вот это шаурмышко. Как, кофе? Кофе, да. Но ты его не пил никогда. Я только пил чай. Как? Чай. Чай. Да. Ну, в детском саду. Илья, твоя шаурма. Сделай. Где бы ты висит? Нет, не надо здесь присаживаться. Сейчас садим в автобусе поедет. Тогда я нажму, и ты пойдешь домой, а я пойду за сладкую. Ну, пойдем вместе за сладкую сходим. Не, я не хочу с собой. Хорошо. Пойдем. 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 Поэтому я нисколько не жалею, что купила эту камеру. Да, Серж? Это мне Андрюша говорит, давай мы ее продадим. Ты же себе купила хороший телефон. Я говорю, не, не, не. Камера это камера, а телефон это телефон. Вот, смотрите, какие здесь цветочки. А вот это, вот это, это общага, наверное, я так думаю. Это общага, да? Здесь одна девочка живет из Сережиного класса. И, по-моему, это этот дом. И она говорит, что здесь один, да? Один длинный коридор. И комнаты, комнаты, комнаты. И на этот один длинный коридор всего одна ванна и один туалет. Представляете, что здесь творится утром? Когда все собираются на работу. О, подожди, нам же через дорогу поехать. На вот этом. Вон, 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 вон. Да он ему надоел уже. Вот и все. Поэтому он решил на мотоцикле не ехать. Мы сейчас только что Коляну встретили. Но подписчики не знают, кто такой Коляна. Это иллюшен старый друг. Типа того, да. Пиджачок. Очень классный пиджак. По качеству обалденный. Просто очень приятный такой. И вязка такая плотная, очень хорошая. Смотрите. Сейчас Сережа ее одень, ты покажем вам. Сережа интеллигент. Вот так смотрится. Единственное, что 1 сентября Сережа пойдет с галстуком в белой рубашечке. А так вот мы купили голубую рубашечку. Вот она. И сам пиджачок. Встань вот сюда, пожалуйста. Может здесь лучше будет видно. Очень хорошее качество пиджака. И еще уж мы одели на спортивные штаны. Но там у нас брюки есть синие. У нас синий костюм. Поэтому он пойдет в синим. Цена на пиджак вот такая. Стоило 1600, стало 1600 рублей скидка. Ну а рубашечка 350 рублей. И кстати, что с длинными рукавами, что с коротками, цена одинаковая. Стоило. 马ificar. И еще одинаковый. Продолжение следует...